Вопрос. Я видел, что в мечети пророка люди обращаются в сторону его могилы, да благословит его Аллах и приветствует, во время мольбы и поднимают руки. Соответствует ли это сунне? Ответ. Хвала Аллаху. Действие некоторых посетителей, намеренное обращение в сторону могилы пророка, саллиллаху алейхи ва салям, во время мольбы и поднятия при этом рук, противоречит действиям праведных предшественников и сподвижников посланника Аллаха и тех, кто последовал за ними. Действия этих посетителей являются нововведением. А пророк, саллиллаху алейхи ва салям, сказал, придерживайтесь же моей сунны и сунны праведных халифов после меня, ведомых правильным путем. Держитесь за это коренными зубами и полностью избегайте новшеств в делах, ибо каждое новшество – это заблуждение. Абудауд, аннасяи, с хорошей цепочкой передатчиков. Пророк, саллиллаху алейхи ва салям, сказал, Деяние того, кто внесет в это наше дело то, что не имеет к нему отношения, будет отвергнуто. Аль-Бухари и Муслим. И также сказал, если кто совершит дело, на которое не было нашего повеления, то оно будет отвергнуто. Хадис по версии Муслима. Али-Ибн-Уль-Хусейн, Зейн-Уль-Абидин, да будет доволен Аллах им и его отцом, увидел мужчину, который у могилы пророка, саллиллаху алейхи ва салям, взывал в мольбе, и запретил ему делать это, и сказал, Не рассказать ли тебе хадис, который я слышал от своего отца, от своего деда, а тот от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва салям. Он сказал, не превращайте мою могилу в место собрания, и не превращайте свои дома в могилы. Благословляйте меня, поистине ваши мольбы будут доходить до меня, где бы вы ни были. Хадис приводит Аль-Хафиз Мухаммад ибн Абдул-Уахид Аль-Макдиси в своей книге Аль-Ахадису Аль-Мухтара. Также к нововведениям относятся действия некоторых посетителей при благословении пророка, саллиллаху алейхи ва салям, когда они располагают руки на груди или под ней, положив при этом правую руку на левую, подобно молящемуся. Подобная поза при провозглашении благословений на пророка, саллиллаху алейхи ва салям, недозволена, как недозволена и при приветствии правителей, руководителей и прочих, так как это поза покорности и крайней смиренности, а поклоняться кому-либо кроме Аллаха запрещено. Как об этом сказал ибн Хаджар, да помилует его Аллах в Аль-Фатх, приведя мнение ученых. Это ясно и очевидно каждому, кто поразмышляет над этой позой и кто своей целью имеет следование праведным предшественникам. Тот же, над кем одержали верх чрезмерная приверженность, слепое пристрастие и следование, кто плохо думает о призывающих к пути праведных предшественников, то Аллах ему судья. Просим Аллаха вести всех нас прямым путем и помочь нам предпочитать истину и отказываться от иного. Воистину Аллах управляет лучше всех. Достопочтимый шейх Абдул-Азиз ибн-Базда помилует его Аллах.